Здравствуйте! Из философского. Для самопознания необходимы испытания. Никто не узнает, что он может, пока не попробует. Вот именно об этом в нашей сегодняшней программе ведем ее мы. Анатолий Акулов и Альбина Ловецкая. Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе. Чудесная Надежда Соколова. Надя, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Мы вас поздравляем с большим успехом. Спасибо большое. Расскажите для начала, где проходил чемпионат мира? Я не помню. Чемпионат мира проходил в Норвегии, в столице Осло, город Осло. Проходил в начале октября. По-моему, я 6-го числа боролась. Просто сейчас борьба была в 3 дня, наверное, из-за пандемии. Раньше борьба проходила в 2 дня. А сейчас побольше в 3 дня. Получается, где-то 4 дня борьбы было. Это были ваши первые взрослые соревнования? Да, это мой первый чемпионат мира. В такой категории. Но уже не первый, в принципе, чемпионат мира, правильно же? Нет. Именно по-взрослым я первый раз боролась. Да. Вообще я боролась на мире по юниорам, по кадетам боролась. И вот взрослые. Да. И вот, наконец-таки, мне удалось попасть в команду. Трудно было попасть в сборную страны? Да, я вот 2 раза выигрывала чемпионат России, и все, никак не попадала в команду. Что-то не получалось, видно. У нас больше тренеры главные. Они смотрели на соревнования международного класса. То есть, как я боролась на международном турнире. И как-то я, наверное, не всегда удачно боролась. Поэтому они не брали меня в команду. Но цель такая стояла, правда же? К этой цели шла? Да, я очень хотела попасть на чемпионат мира. Ну вот, наконец-таки, день настал. Ну, это же та история, когда ты работаешь не ради участия, а ради победы. То есть, весь твой труд направлен на победу, правильно же? Да, я хотела не просто съездить на чемпионат мира и поучаствовать. Я хотела привезти медаль. Конечно, хотела золотую привезти. Потому что, ну вот такой пример. Ровно 10 лет назад я выиграла свой первый мир среди кадетов. 10 лет назад? Да, и как-то еще главное у нас вообще так совпало. Перед этим я боролась на международном турнире в Минске. Там я выиграла, слушала гипп России. А, красота. Да, и в 2011 году, получается, 10 лет назад я перед миром по кадетам, получается, боролась так же в Минске, только уже на турнире «Медвежонок». Он по маленьким, по кадетам был. Я его выиграла, поехала на мир и мир выиграла. А здесь чуть-чуть, конечно, не получилось выиграть. Ну, все равно я привезла медаль для сборной, для себя, для Новгородской области. Я, кстати, помню тот период 10 лет назад, потому что Новгород гудел. О тебе говорили тогда, о тебе много писали, что Надежда Соколова привезла медаль еще и в Великий Новгород. Сейчас тоже говорят, сейчас тоже. Да. Ну, нам, кстати, с Анатолием эта медаль не дает покоя. С самого начала программа мозолит глаза. Давай рассказывай скорее про нее и покажи нашим соседям, нашим зрителям. Вот она какая. Можно? И я сначала, и Толи дам. Вот она какая тяжелая, массивная. Надежда, вы пока расскажите, что вы чувствуете за секунду до выхода? Ну, я ехала, конечно, туда за медалью. Когда я проиграла в полуфинале, ну, я знала, что у меня будет борьба за третье место. Я, конечно, очень хотела выиграть. И я была настроена, я была готова. Привезти медали сборной России. Медаль себе и Новгородской области. Поэтому у меня, наверное, уверенности достаточно было. А что по поводу соперниц? Было уже известно, кто они были? В первый день, когда я проиграла в полуфинале, в полуфинале я, конечно, не знала, кто будет. Потому что на следующий день боролись две девочки с Украины и с Германии. Ну, в общем, ну, они должны между собой были побороться. Кто из них выиграет, тот выходит на меня. Там буквально за минуту до конца, ну, вот стало известно, там девочка с Украины, она сделала бросок и положила на туше. Хотя проигрывала, ну, 2-2, там не сильно, но все равно. Хороший бросок сделала? Да, хороший, на бедро, на 4 балла, там. Без вариантов-то девочка даже не смогла уйти. У нас, ну, вот в борьбе чисто победа, это все. Ну, положить соперника на лопатки. А ты в это время стоишь, наблюдаешь, да, за боем? Нет, я не наблюдала. Я с утра, у нас взвешение было второе. Я взвесилась, ну, пошла позавтракать, уехала в гостиницу. Да, я отдыхала, потому что у меня борьба была в 6 часов вечера. Я смотрел, в интернете пересматривал этот, собственно, бой. Бой же правильно называется? Схватка. Схватка, эту схватку смотрел. Какой прием вы применили, я не помню. Смотря... Вот что он точно дал победу. У меня сначала я взяла 2 балла, потом я сделала бросок. Вот она до этого, мне тренер говорил, ну, если в захвате будешь с ней бороться, смотри, вот бедро. Вот она, голова с рукой, там такой захват на 4 балла. Там, в принципе, очень сложно уйти. И поэтому, ну, я старалась не давать сразу этот захват ей. Ну, и сама провела этот же прием ей на 4 балла. Ну, не смогла, конечно, удержать ее на лопатках, но вот она ушла. Потом встали, я еще сделала бросок. Был счет уже 8-0. Нет, 8-2, получается. А разрыв у нас 10 баллов надо. Ну, то есть 10. 12-2, допустим, наберу, и все. И, получается, я сразу взяла, сделала еще один бросок на 4 балла. И, получается, 12-2 я выбрала. Контрольный, добивочный. Ну, как оцениваешь эту схватку? Сильная, серьезная была соперница? Ну, девочка была неплохая, но я ее не видела особо на каких-то турнирах. Я не знаю даже, что она выигрывала. Хотя она достаточно взрослая, я считаю. Постарше по возрасту, да? Да, постарше, на 2-3 года, наверное. Ну, значит, и опыта побольше, наверное. Наверное. Ну, вот что касается соревновательного, я просто ее особо не знаю, честно говоря. Уже с высоты вы имеете право заявить и рассказать всем. Чем взрослые чемпионаты в плане борьбы отличаются, за медали именно, отличаются от юниорских? Ну, наверное, во взрослой борьбе там уже девочки идут. Ну, то есть я могу бороться с достаточно опытными и призерками Олимпиады, и даже, наверное, с олимпийскими чемпионками. Вот у нас есть такая девочка с Азербайджана, она вообще 8 раз Европу выиграла. Ну, достаточно опытная. Три раза у нее медаль на Олимпиаде. Я вот с ней уже два раза встречалась. Ну, пока проигрываю. Надеюсь, что догоню ее. Как-то, не знаю, возраст. Все-таки там такие уже женщины, так скажем, борются. И опытные, и сильные. Ну, как-то, не знаю, сложнее. Видно разницу все-таки, да, с детскими. Надя, у нас уже не первый раз в студии соседей. Я помню, когда ты в прошлый раз здесь была у нас в гостях, мы с тобой про Олимпиаду говорили. Что все-таки там впереди где-то маячит цель такая. В этот раз следила за Олимпиадой. Как оценишь наших ребят? Да, я, конечно, смотрела и женскую. Ну, больше всего женскую смотрела. И, ну, что касается женской борьбы, я даже не знаю, почему не получилось ни у кого взять медаль. Я думаю, девочки были готовы за медаль бороться. Не знаю, что им не хватило. Может, где-то перегруз был. Даже не знаю, что сказать. Прям даже хочется вот эти слова сказать о многих видах спорта, да? То есть тут так вот грустно улыбнемся и все. По поводу Олимпиады. Да, ну, где-то две-три медали должны были девочки взять. А что случилось, я даже не знаю, что сказать, если честно. Все-таки все тренировались, все готовились. У всех была мечта вот взять Олимпийскую медаль и все впереди. Интересно, кто помимо тренера первым вас поздравил? И кому вы сообщили о том, что я взяла медаль? Ну, я написала смс-ку семье своей, конечно. Потом меня подруга по залу Дарья Герасимову поздравила. Ну, так, девчонки. Ну, много кто поздравлял. Ну, так как-то сразу все. Ну, и девочки, естественно, по команде поддержали, смотрели, болели. Они мне как-то еще так сказали, что-то так без эмоций как-то. Ну, вот выиграла медаль Чемпионата мира. Я говорю, не знаю, что-то вот эта схватка в полуфинале мне как-то все перечеркнуло. Я не знаю, как сказать. Да я думаю, что эмоции, ну, я, может быть, ошибаюсь, но эмоции-то они у тебя там где-то просто внутри. Ты просто такой человек. Я вот смотрю на тебя как-то, да, спокойный. Ну, иногда я могу прямо радоваться. Иногда эмоционирую. Ну, третье место – это далеко от первого, поэтому… Будем ждать эмоции от первого места. Я надеюсь, что, да. Когда выиграю. Надежда, вы такая миниатюрная девушка. Открыть секрет, как вам подбирают спарринг партнеров, находят на тренировках? Ну, именно в зале у нас, конечно, я скажу, не очень все со спаррингом, потому что у нас в основном занимаются мальчики, девочек очень мало. А мальчики, если смотреть, там, допустим, ну, моей весовой категории, они, вот я 50-52, допустим, они возраста маленькие, ну, 13-14 лет – это, честно говоря, маловато в плане борьбы. Одной левой вы можете. Ну, нет, ну, я могу с ними, но все равно слабовато, конечно, не так дадут такую конкуренцию. Вот, а если брать постарше, там, ну, хотя бы 18 лет, они уже будут за 60 килограмм слишком тяжело. А, другая досова, я думаю. Вот так у нас Даша Герасимовна, только с ней. Ну, хорошо мне, в принципе, дает такую борьбу. Очень неплохая девочка у нас. И да, имя Дарья Герасимовна, вы уже тоже на слуху, она тоже хорошо, у нее рост серьезный. Дарья Герасимовна, выигрывала, да, по кадетам. Обращаемся к соседям, если вы найдете и знаете достойных спарринг-партнеров. Мы же можем, да, пригласить тебя? Да, конечно. Какие планы на будущее сейчас у такой чемпионки? Ну, сейчас я пока вот дома, у нас тут самый долгий отпуск. У вас тоже отпуск получается? Ну, да, мы сейчас дома, пока у нас там, не знаю, что... Ну, намечается в декабре, где-то, ну, в числах 14-х, Кубок России. Я планирую поехать, побороться, закончить этот год. Вот, там отменят, не отменят его, я не знаю, буду готовиться. Но готовиться все равно нужно, да? Да, конечно, поддерживать форму. Кстати, об отмене. Все же вакцинированы должны быть на соревнованиях. Вы вакцинировались? Ну, я вакцинировалась, да. Насчет всех, не всех на соревнованиях, я думаю, не особо так смотрят. Мне кажется, сейчас на вакцинацию. Главное, чтобы тест даем, приезжаем. Вот мы даже в Минск приезжали сразу, у нас с утра брали тест. Хотя мы дома перед этим делали тест, еще там сразу брали. Можете не отвечать, Надежда, конкретно, но все же, да или нет. Есть ли у вас, бывают же у музыкантов какие-то суеверия перед выходом на сцену, перед большими концертами. У вас есть какие-то такие моменты, истории? Нельзя, например, с утра, вот я не буду сегодня рисовую кашу, потому что говорят, что она мне не принесет удачи. А манку нужно. Честно говоря, нет. Ну или там в зал зайти, там с левой, с правой ноги, ты вот это имеешь в виду. Да нет, у нас такого ничего нет, но вот есть один такой. В зал поклониться? Воду, поменьше воды пить. Это правило, да. Да, потому что, ну, чтобы мышцы не отекали, чтобы не забились там во время схватки, особенно если первая схватка бывает очень тяжелая. А как, кстати, насчет сладкого? Есть ограничения? Нету. Нормально. Ну да, уже сами смотрим, кто как гоняет, кто сколько гоняет. Я всегда, в принципе, ем сладкого. Мне, в принципе, нравится на соревнованиях шоколадку съесть, чаем запить в термосе. Наоборот, как-то мне помогает. С орешками? Да, с орешками тоже. Ну, расскажите тогда про режим дня. Как у вас день проходит? Вы должны много спать или не больше определенного времени? На сборах я вот, у нас на сборах сейчас особо нету зарядок. У нас построение 8 часов, нам говорят программу на день. И 8 вот завтрак получается. И в 11 тренировка я могу с полдевятого поспать часик-полтора, да, перед тренировкой. Мне так хорошо потом. Ну и после обеда тоже иногда сплю. А сборы с какой регулярностью вообще проходят в течение года? Очень часто. Часто? Перед Олимпиадой вообще я дома была буквально, ну, 2-3 дня сумку поменять приезжала, и все. Очень много сборов было. И сборы всегда где-то на нейтральных территориях, да? Да, везде. Вот перед Олимпиадой были в Владивостоке, чтобы там акклиматизация была поближе к Японии. И в Сочи, и в Кисловодске, и в Алушке у нас очень часто были сборы. Спортсменка-путешественница? Да. Здорово. А вот в этой бесконечной череде соревнований и сборов остается ли время сходить в кино? Да, я вот стараюсь, ну, не стараюсь, не то, что стараюсь, а выходные всегда. Куда-нибудь схожу с девочками, погуляю в кино, там, в магазины, шопинг устрою. Как-то так, да. Расскажите, какую вы музыку слушаете, может быть, для подзарядки? Музыку я вообще любую слушаю, мне любая нравится. Мне и спокойная, и веселая, под настроение, наверное. На сборах мы больше такую веселую службу, чтобы потанцевать, зарядиться перед тренировкой. Толя спросил тебя о том, кто кроме тренера сразу же первым поздравляет. А я-то как раз хочу, наоборот, про тренера спросить, которого сегодня нет, к сожалению, рядом с тобой в нашей студии. Потому что, насколько я понимаю, это твоя основная поддержка. Давай про него поговорим. Ну, да, Олег Алексеевич, мой тренер, он всегда меня поддерживает. Я чувствую его поддержку и на соревнованиях. Я даже иногда чувствую, когда он переживает чересчур. Потому что он эмоциональный. Да, и он мне всегда спрашивает, волнуешься? Я говорю, нет. Он говорит, я тоже не волнуюсь. Я видела просто видео, когда Надя в схватке, а тренер со стороны смотрит, да, сколько у него эмоций. Да, он очень переживает, да. Да. Ну, так он всегда говорит, что он всегда в меня уверен. Он всегда надеется, что я выиграю. Ну, потому что действительно на протяжении, как ты уже сказала, оказывается больше 10 лет. Да, имя Олега Маркова и рядом всегда имя Надежды Соколовой. В новгородских сводках спортивных новостей это действительно так. Напомните, со скольки лет вы занимаетесь? Я с 12 лет. С 12 лет. А во сколько лет нужно, по вашему мнению, начинать заниматься детям? Ну, вот девочкам, наверное. Девочкам? Ну, наверное, лет 7-8 можно уже приходить, я думаю. Просто они, не знаю, просто у нас вот в зале много мальчиков. И, наверное, вот такие маленькие девочки, когда приходят лет 7 хотя бы, они, наверное, думают, блин, тут одни мальчики, страшно. Как бы не все такие девочки, такие, не знаю, подвижные. Как-то их надо, наверное, чтобы больше девочек было в зале, и поэтому им будет, наверное, интереснее заниматься. Время, раскрепоститься. А есть такая история, что тренировки тренировками, а вот как раз отсев детей происходит после первых соревнований, когда уже вот они полностью могут прочувствовать этот спорт. Или у вас там свои тонкости, и все хорошо с этим? Ой, имею в виду уйти? Да, да, да. А, ну, вообще по-разному. Кто-то просто не захотел, вот не хочу я больше заниматься, и все. Либо вот есть такие мальчики, которые, ну, вроде проигрывают на соревнованиях, но все равно занимаются, занимаются, занимаются. Но они уходят, им нравится, да. Я просто как мама спрашиваю, потому что у меня всегда вот страх первых именно соревнований, когда ребенок уже попадает вот в эту спортивную атмосферу, и все это испытывает. Ну, значит, у вас по-другому. Это хорошо и замечательно, раз так. Вот раз вы говорили о девочках в борьбе, что вам как девушке дает борьба, дает спорт? Ну, вот я осталась, наверное, в борьбе. Мне, в принципе, нравится на соревнования ездить по разным городам, странам. Если бы я борьбой не занималась, я не знаю, занималась бы я чем-нибудь еще. Может быть, конечно, но борьба, конечно, мою жизнь перевернула, потому что я очень многого узнала. И везде была практически уже, во всех странах. Вот, кстати, где больше всего вам понравилось? Неожиданно было прям. Это так восхитительно. Наверное, в Канаде. В Канаде? Да, дальше всего было, по-моему. Ну, там такая, там очень чисто. А разве успеваешь посмотреть все? Ну, мы вот ехали на автобусе до зала. Из-за кошка автобуса. И там даже вот кролики, ну, вот зайцы, наверное, кролики. Кролики-зайцы. Да. Бегают, ну, вообще, очень чисто, так красиво. И мы на Ниагарский водопад съездили. Все-таки съездили, все-таки посмотрели, удалось. Построили нам экскурсию. Очень красиво, конечно. И тепло мы тогда были, по-моему, весной, если я не ошибаюсь. Наверное, мая, июня. Как-то так. А самый красивый город России, помимо Великого Новгорода, по вашему мнению, который вам больше всего чем-то понравился? Самый красивый. А мне кажется, Надя не по красоте город оценивает, а по силе соперниц. По чистоте и кроликам. Нет, я думаю, потому что происходит внутри зала, нет? Красноярск. Красноярск. Красивый, в принципе, город, да. Да, но я особо так там тоже не гуляла, потому что на стране приезжаешь как-то погулять особо времени, наверное. Вот, я об этом и говорю. А помните, где больше всего вас поддерживали? Ну, если не в России, прям зрители такие были, что они не только болели за соперницу или за своих только, а прям поддерживали, если сильное. Ну, честно говоря, вот я борюсь, я даже не обращаю внимания, да, за кого болеют, да. Это не самое важное. Шум в голове. Да, наверное, я вот сосредоточена на борьбе, там я не слышу особо. Кому хлопают, потому что борешься, четыре ковра, может, там другим хлопают на другом ковре, поэтому непонятно. Вот такие тонкости. Мы желаем вам больших успехов, новых побед, и мы будем следить за вашими победами. Спасибо большое. Бронзовый призер Чемпионата мира сегодня была в студии соседей Надежда Соколова. Надежда новых побед, пусть как можно меньше места остается для медалей, да, пусть они как можно больше будут этих медалей и кубков. Потому что мы тоже хотим серебряные и золотые еще здесь, именно в вашем исполнении. Спасибо. С редакцией всегда можно связаться по телефону 638-005. Мы благодарим нашу гостью и прощаемся с соседями. Всего доброго. До свидания. До встречи.